Привет! Это обзор Canon M6 Mark II. Первое поколение меня как-то обошло стороной, у меня был на тесте только M5. Вот это видео вы можете посмотреть по подсказочке. Ну и стартанем сразу же с корпуса. Камера довольно компактная, но при этом увесистая. Честно говоря, до конца я не понимаю, почему так. Из-за этого в голове возникает какой-то диссонанс. Вроде камера небольшая, компактная и с маленьким китовым объективом, но ощущается увесистой. Тем более матричного стаба здесь нет и активного охлаждения, как допустим в Panasonic S1H. В общем весит M6 Mark II чуть больше 400 грамм и нужно быть осторожным, когда снимаешь на эту камеру, чтобы она не выпала. Потому что рукоятка для хвата здесь очень маленькая и тонкая. Сравните для примера рукоятку в Nikon Z50. Держаться за нее не очень удобно и если бы не вот этот вот довольно большой выступ, то камера бы постоянно вываливалась из рук. Но это чисто мои впечатления, все мы разные, ручки у всех тоже разные и может кому-то будет довольно удобно держать эту камеру. Органов управления очень много. По сравнению с первым поколением появился переключатель автофокуса и мануального режима с кнопкой AF-ON. Есть целых три диска прокрутки и если в первом поколении был еще диск экспо-коррекции, то в новой версии его заменили кнопкой Dual Function. После ее нажатия открываются дополнительные настройки, которые можно изменять этими колесами. И вообще с кастомизацией тут все очень хорошо. Вы можете переназначить любую клавишу, которая вам не нравится. Экран 3 дюйма, сенсорный и поворотный. Его можно откинуть вверх на себя и снимать селфи или влоги. Но учитывайте, что если вы захотите использовать внешний микрофон и нацепите его на горячий башмак, то он попросту перекроет весь дисплей. Видоискателя, как вы заметили, здесь нет. Это прерогатива Canon M5. И если вы все-таки выбираете камеру больше для фотографий, то я бы рекомендовал вам смотреть именно на M5. Все-таки видоискатель очень полезная штука именно для фотографий. Вы в целом сможете лучше кадрироваться и в яркий солнечный день, когда на экране ничего не видно, сможете спокойно фотографировать. Еще есть возможность докупить внешний видоискатель именно для модели M6. Но мне кажется, это очень неудобно. Во-первых, эта штуковина стоит около 200 баксов. А во-вторых, если вы уже знаете, что вам нужна камера именно для фотографий, то берете себе M5 или M50 и не придумывайте геморрой. Потому что всегда нужно помнить, что помимо камеры нужно брать с собой еще видоискатель. И это хорошо, что его отдельно заряжать не нужно. А если вы захотите микрофон повесить или вспышку, или синхронизатор для вспышки, то нужно будет выбирать. Снимайте вы с видоискателем или с вышеупомянутыми аксессуарами. И если сравнивать цены с конкурентами, то за плюс-минус ту же стоимость M6 Mark II можно взять практически любую камеру того же класса. Но у них у всех будет преимущество в виде встроенного видоискателя. Слева под заглушкой находится порт для микрофона и спускового тросика. Выхода на наушники в этой камере нет. С другой стороны находится порт USB Type-C и micro HDMI. По Type-C можно заряжать камеру от розетки или Powerbank, но не каждый подойдет. Нужен с поддержкой протокола Power Delivery. К сожалению, проверить работает ли зарядка во время съемки я не смог, потому что у меня инженерный образец и зарядка по USB вообще не работает только через специальное зарядное устройство, куда нужно вставить аккумулятор. Учитывая то, что эту камеру берут не для каких-то профессиональных задач и целый день без перерыва на нее снимать не буду, то в принципе ее автономности вам должно хватить. У меня получилось отснять около 200 кадров и плюс-минус 5 минут 4K видео и при этом ни одно деление заряда батареи не упало. Хотя по спекам обещают всего 305 снимков от одного аккума. Кто-то в Canon решил, что 24 мегапикселя недостаточно в такой маленькой камере и в M6 Mark II установили новую матрицу на 33 мегапикселя. Не знаю, зачем они это сделали, но это пошло на пользу, как минимум, светочувствительности матрицы. Ну и, наверное, еще новый процессор немного зарешал. Потому что на 3200 можно вообще спокойно снимать. Да и на 6400, если сильно надо. А теперь вспоминаем, что эту камеру будут в основном покупать для фоточек в Instagram, другие соцсети или для публикации на сайте. И вообще забываем о том, что нужно париться по поводу ISO. Просто после покупки и распаковки этой камеры устанавливаем светочувствительность на авто и забываем напрочь про этот параметр. Но все равно Instagram пожмет сильно фотку при публикации, так что какая бы она качественная ни была. Так что, блин, в этом нет смысла, короче. Ну и опять же, не забываем, что здесь есть все вот эти вот магические кэноновские цвета. И что прямо из коробки вы сможете получать супер классные красивые снимки. В общем, для тех, кому кэнон желтит, а никон зеленит и кто не умеет цветокорить, берите, не прогадайте. С видео дела обстоят тоже неплохо, потому что, наконец-то, кэнон научился снимать 4К видео без кропа. Ну, по крайней мере, на уже кропнутую камеру. Я напомню, что здесь APC матрица с кропом 1.6, а не 1.5, как у остальных. Ну и тут не все гладко. Во-первых, видео выглядит не детализированным, а как будто на него просто навалили шарпа. Второй момент в том, что пока нет возможности снимать 24 кадра в секунду. Можно только 25 или 30 фпс. Но в этом году выйдет новая прошивка, в которой и появится эта возможность. Приятно, когда мы с вами можем повлиять на большого производителя и он исправит свои ошибки. Матричной стабилизации в камере нет, но есть электронная. У нее два режима работы, стандартный и улучшенный. В принципе, ее можно использовать, но только в стандартном режиме. Потому что в улучшенном есть сильный кроп и картинка начинает плыть как желе. Также M6 Mark II может снимать слоумо видео в Full HD при 120 кадрах в секунду. Ура, я смогу снимать классные слоумо ролики, можете подумать вы. А вот и нет. Слоумо не работает ни стабилизация, ни автофокус и даже звук не записывается. Но спасибо, хоть ручные настройки оставили. Привет, Panasonic. Скорость серийной съемки аж 14 кадров в секунду. Это больше, чем у Sony A6100 и Nikon Z50. У них по 11 фпс. Но при этом меньше, чем у Fuji X-T3. Там можно стрелять скоростью 30 фпс. Но есть маленький нюанс. Серийная съемка работает только с механическим затвором. То есть, если вы захотите поснимать незаметно стрит или момент венчания, например, в церкви, то вы не сможете этого сделать. А затвор здесь шумит так, как будто внутри этой маленькой беззеркальной камеры спрятан огромный механизм с зеркалом. Ну или ведро с гвоздями трусят. Все? Дуал пиксель работает, конечно, хорошо. К тому же они добавили сюда распознавание лица и даже глаз. Что для влогинга и селфи вообще must have. В режиме трекинга нет никаких рывков и прыжков автофокуса. Даже если объект передвигается, то фокус переводится плавно. Но вот я не могу понять одного. Как вы знаете, в камерах Canon можно настраивать скорость и точность автофокуса. Но здесь это работает только в режиме съемки по одной точке. То есть, когда вы снимаете в режиме с распознаванием лица, влог вы, допустим, снимаете, то выбрать скорость, с которой автофокус будет наводиться, нельзя. Мне все-таки кажется, что эта камера идеальна именно для блогинга. Неважно, это фото для Instagram или видео на YouTube. Потому что если вы уже хотите более-менее заниматься фотографией, то нужен видоискатель, а здесь его нет. А так, ненапряжно взять эту камеру с собой в сумку, и в случае чего вы сможете сделать классную фотку с качеством лучшим, чем у смартфона. С бокеха и всем вот этим вот. А для влогинга здесь есть поворотный дисплей, 4K видео и хороший Dual Pixel автофокус. Но останавливая свой выбор на беззеркальной камере Canon, помните, что оптики под нее не так уж и много. Да, ее больше, чем под Nikon Z50, но в разы меньше, чем под кропнутые камеры Sony и Fuji. Хоть Sigma и выпустила три светосильных фикса под Canon EF-M, из родной оптики выбор скудный. На этом все, друзья. Смотрим вот эти вот два самых лучших видео на планете. Пишем комменты про камеру в комментах. Подписываемся на канал. Это, я не знаю, ну вот как можно не подписаться на канал? На наш. Вы вот на другие каналы подписываетесь, да? А на наш почему нет? Надо. Первоочередно подписка на кадр. Жду, проверю. Все, пока. Камеру заберем. Камеру заберу.